Цифры говорят сами за себя. Жители округа активно пользуются услугами органов госвласти для решения своих проблем. Обращение в компетентные органы, а не обсуждение в соцсетях гарантирует то, что ваши просьбы или проблема будут удовлетворены или решены в соответствии с регламентом. Способов обращения в органы государственной власти несколько. Прийти со своей проблемой можно, например, в многофункциональный центр. Сегодня на территории Ненецкого округа действует 20 центров, работающих по принципу одного окна. Два офиса моей документы в Наринмаре, поселке Искатели и 18 отделений в каждом муниципалитете региона. Как они работают и какие услуги можно там получить, смотрите в репортаже Валентины Чебичек. В жизни каждого человека бывают моменты, когда им необходимо получить какой-либо документ, а он не знает, где это сделать. С декабря 2013 года в Наринмаре работает многофункциональный центр, где вам всегда помогут сориентироваться. Сегодня я пришла в МФЦ обменять паспорт. В офисе Наринмара работают четыре окна, в которые можно обратиться за любой услугой – муниципальной, региональной или федеральной. В зависимости от направления и вида услуги вы получите соответствующий талон. Пока ожидаете своей очереди, в зале можно полистать брошюры. Там есть полезная информация для пенсионеров, многодетных семей, предпринимателей и других категорий граждан. Время пролетело незаметно, подошла моя очередь. Здравствуйте. Здравствуйте. По какому вопросу вы к нам обратились? Я бы хотела обменять паспорт гражданина Российской Федерации. В связи с чем у вас обмен паспорта? Утерян. Утерян. К сожалению, у нас такая услуга не предоставляется, но я вам могу рассказать, какие вам необходимы документы предоставить, дать реквизиты на уплату госпошлины и направить, куда вам необходимо обратиться. Как оказалось, по вопросу обмена паспорта при утере необходимо обратиться в Управление Министерства внутренних дел России по Нинецкому округу. Для этого необходимо собрать пакет документов из девяти наименований, оплатить госпошлину и предоставить в ведомство. Срок оформления зависит от причины замены паспорта и места выдачи предыдущего документа. Также универсальный сотрудник подсказала, МФЦ работает с обращениями граждан в электронной форме. Подать документы на обмен паспорта вы можете также не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг. Если у вас дома нет доступа к интернету, вы можете прийти в многофункциональный центр и обратиться к сотрудникам. Или сделать это самостоятельно на вот этом компьютере. Для зарегистрированного пользователя в единой системе идентификации и аутентификации открываются большие возможности. В личном кабинете можно проследить статус запрошенной услуги и оценить её качество. Подать документы на оформление загранпаспорта, зарегистрировать автомобиль, оплатить штраф ГИБДД. Сервис очень удобен для жителей села, у которых не всегда есть возможность выехать в город. По статистике МФЦ доля обращений сельских жителей за услугами растёт с каждым годом. Услуги на селе предоставляются те же самые, что и в городе Наринмаре. Например, это услуги отделения социальной защиты населения, услуги пенсионного фонда, услуги Росреестра, услуги налоговой инспекции. Также люди имеют возможность зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Самые востребованные услуги как у горожан, так и жителей сельской местности в сфере социальной защиты населения, государственная регистрация прав на недвижимость, предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости, оценить качество полученных услуг вы можете в журнале «Обратной связи». Сегодня там значатся только положительные отзывы. Новый паспорт я не получила, но сотрудники многофункционального центра дали подробную инструкцию, куда необходимо обратиться, какой пакет документов собрать, и даже предоставили реквизиты, по которым необходимо оплатить государственную кошлину. Так что без полезного совета отсюда вы точно не уйдёте. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север.